здравствуйте дорогие телезрители я рада приветствовать вас на нашей передаче меня зовут ольга я парапсихолог и сновидящие я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и надеюсь они помогут вам опрести гармонию найти ответы и изменит вашу жизнь к лучшему давайте начнем у нас есть первый звонок здравствуйте я собралась делать классическую операцию скажите пожалуйста как все пройдет вообще очень решительный шаг пластическая операция но вы знаете ваша операция пройдет без осложнений но я вижу что будет довольно длительный период восстановления вам не стоит переживать и беспокоиться результат вас порадует также я вижу положительные изменения вашей личной жизни конечно после изменения вашей внешности так что не переживайте все у вас будет хорошо операция пройдет отлично вы будете очень довольны а вот подскажите можно ли самому снять себя негатив сглаз примеру это очень серьезный вопрос и конечно все очень индивидуально если сглаз минимален то молитвенные практики посещение святых мест они помогут вам очиститься от любого негатива но обычно легкие сглаза проходят сами по себе и человек даже не задумывается что у него были какие-то проблемы когда же негатив имеет серьезные последствия и человек чувствует его присутствие то только работа совместно со специалистом может принести результат спасибо за ваш вопрос следующий звонок здравствуйте у меня следующая проблема я в таком времени очень быстро стала набирать вес не знаю что у меня происходит ем я как всегда немного и еще я стала очень быстро почему-то уставать у вас есть мужчина у него есть сестра да есть сестра ну вот она не приняла вас она считает что ее брат заслуживает лучшую девушку и она энергетически сильнее вас она вам это в глаза говорила что не хочет терпеть вас своей семье вот эти мысли формы начали развиваться вы действительно стали терять свою красоту вам необходимо защитить себя поставить защиту тогда будет все хорошо и молодой человек который сейчас с вами он действительно вас любит у него серьезные намерения относительно вас быстро устаю на работе а дома восстанавливаюсь моментально целом мне ничего не болит в чем может быть дело меня зовут диана у вас очень сильный соперник на работе верни соперница и она не хочет давать вам возможности продвигаться по карьерной лестнице вы ведь даже сидите с ней в одном кабинете вот вас в кабинете четверо я думаю вы узнаете сейчас кто именно этот человек я думаю что эта девушка которая причинила вам вред она сделала по глупости скажите пожалуйста у меня брат не стал он и всего начал очень сильно выпивать мы очень беспокоимся о нем зовут сергей 31 год угу так хорошо дело в том что у вашего брата у сергея у него были недавно очень серьезные изменения в жизни было очень много проблем сейчас он душевно сломлен из-за этого пытается уйти от реальности с помощью алкоголя чтобы не вспоминать о своих неудачах о своих проблемах и такая попытка ухода от реальности очень часто ведет к алкоголизму у него к сожалению сейчас развивается зависимость она может перерасти в запои нужно срочно снимать эту зависимость вы спасаете своего брата как можно скорее обращаетесь к специалистам это нельзя запускать следующий звонок здравствуйте у меня такая проблема я не могу знакомиться с мужчиной так как я очень стеснительная и всегда молчу в присутствии вот как вам не справиться со своей стеснительностью ну да действительно я вижу некий страх у вас при общении с мужчинами это не стеснительность это именно страх вы скажите пожалуйста вас родители строго воспитывали меня воспитывала одна мама ну да довольно строго ну вот это все что с вами сейчас происходит это результат психологического давления матери я вижу вашу мать бросил ее муж ваш отец и с самого детства вам внушали что мужчины это зло что ничего хорошего от них нельзя ждать я вам могу сказать что у вас еще не тяжелый случай иногда бывает такое что матери внушая такие мысли ломают психику до такой степени что у ребенка меняются ориентиры в жизни нужно убрать страх открыть любовную чакру если все это будет сделано в течение года с вами познакомиться мужчина вот это будет еще не ваш муж но первые серьезные отношения да я желаю вам удачи до свидания алло я хотела бы узнать когда мой сын женится ему уже 30 лет спасибо понимаю ваши опасения что я могу сказать я вижу что у вашего сына вот-вот идет брак с девушкой он уже встречается в течение полугода где-то скорее всего женится и внуков вам долго ждать не придется я не вижу что вам есть о чем волноваться наберитесь терпения и будьте уверены в своем сыне все у него сложится до свидания здравствуйте я встречаюсь с женатым человеком скажите пожалуйста уйдет из семьи женится на мне меня зовут Елена ну что ситуация ситуация очевидна я Елену не хочу вас обнадеживать ну я вижу что из семьи он не уйдет ваш мужчина очень привязан к своей жене и к детям но к сожалению вас он обманывает пустыми обещаниями ему с вами легко и конечно же он не чувствует такой ответственности как внутри своей семьи и тем более он не хочет на себя ее брать повторно Елен вам нужно отпустить этого человека лучше вообще прекратить с ним все общение потому что он только будет вас использовать дальше я думаю что отпустив эту ситуацию доверившись ее дальнейшему разрешению у вас будут новые отношения я понимаю что вам будет непросто это сделать до свидания до свидания и У нас есть кошки, которые все время спит у сына в изголовье. Вроде говорят, что кошки себя там для человека больно. Так ли это? Сына зовут Таша. Кошки еще в Древнем Египте считались священными животными. Они действительно могут снимать головную боль, даже депрессию. Тут нет никаких сомнений. У вашего сына я не вижу никаких проблем со здоровьем в области головного. Но, скорее всего, кошка любит спать именно там. Но я рекомендую обратить вам внимание на позвоночник. Скорее всего, это обычный сколиоз. И обратившись к врачу, я думаю, вы в скором времени сможете решить эту проблему. Спасибо за ваш звонок. Я бросил муж, но я его очень сильно люблю. Скажите, вернется ли он ко мне? Меня зовут Александра, мужа Егор. Александра Егор. Ну что ж, Александра. Если вы сможете простить своего мужа, то вернется. Точнее, если вы искренне сможете его простить, тогда вы сможете восстановить вашу семью и брак. Была измена с его стороны. Он вернется к вам в течение месяца, вы станете вместе жить. Но я вижу постоянное недоверие с вашей стороны. Постоянные ссоры на почве ревности. Вы будете подозревать его во всем, контролировать каждый шаг. К сожалению, это постоянное напряжение просто приведет к тому, что муж от вас просто сбежит. Вам нужно в первую очередь решить для себя, что вы хотите. Подумайте, Александра, примите для себя верное решение. И все будет у вас хорошо. Счастья вам. Удачи. Алло, меня зовут Юля. Мне 32 года. Я хочу узнать, изменения у меня нет, так как у меня есть определенная педагогриня. И у нас есть ребенок. Ну, это довольно сложный эмоциональный вопрос. Я могу вам точно сказать, у вас есть соперница. Девушка чуть моложе вас, не в близком окружении вашего мужа. На данный момент отношений у них нет. Есть легкий флирт, но у девушки очень серьезные намерения насчет него. Вам ни в коем случае нельзя отпускать эту ситуацию. И нужно спасать вашу семью. Ваш муж хоть охладел к вам, но он вас очень любит. Не бывает безвыходных ситуаций, но часто так бывает, что в какой-то момент становится поздно что-либо предпринимать. Вы не откладываете. И, вы знаете, помощь иногда приходит оттуда, откуда вы даже не ожидаете. Крепитесь и соберите все силы, обязательно спасайте вашу семью. Алло, подскажите, пожалуйста, есть магические способы привлечь мужчину? Ну, как правило, самая внутренняя энергия женщины уже способна привлечь. Она обладает особой привлекательностью. Если эта энергия находится в гармонии с природой, ей проще найти гармоничные колебания с энергией мужчины. И если внутренняя гармония, если она есть, если женщина излучает любовь, спокойствие, эти же материи будут идти к ней, как бы зеркально возвращаться. И также наоборот. Если женщина злится, обижается, ругается, она ломает свою судьбу, она идет в разрез заложенной природой программу. Я зачастую вижу, что женщины сами виноваты в том, что мужчины их бросают и вовсе не обращают на них внимания. Женщины обычно ищут вину в мужчинах, обижаются на ним. И чем больше обиды на мужчин, тем больше страдает сама женщина, тем больше она одинока, не может найти мужчину. Своей обидой, неуважением мужчин. Женщина предает традиции древности, когда было принято уважать, почитать, служить мужчине. Тем самым женщина лишается настоящего женского счастья. Проявляется в таких формах одиночество, бесплодие. Однако существует ряд обрядов по возвращению, усилению, восстановлению женской привлекательности. Приклад на любовь, ну и многое другое. Нужно просто более основательно изучать этот вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я слышала, что очень часто, когда у женщины нет постоянного мужчины, предмоговорят, что это на них нет без трачей. Вы не могли, конечно, видеть, что это такое и есть ли он на мне. Ну, что касается вас, я вижу, что вам не нужно каких-то особенных обрядов проводить на самом деле. Стоит всего лишь трезво взглянуть на свою жизнь и понять, насколько много в ней иллюзий и насколько вы много надумываете себе о существующих положениях вещей. Я думаю, что ответы придут сами собой. Нужно просто сесть, успокоиться и разложить всё по полочкам. И тогда, когда вы достигнете внутреннего душевного спокойствия и личная жизнь приложится сама собой. Венец безбрачия – это негатив, который воздействует уже на природу, на механизм, основанный на циркуляции и взаимодействии родовой энергии по женской линии рода. В жизни это отражается на том, что девушки в роду сталкиваются с одними и теми же проблемами из поколения в поколение. И единственное, что эти проблемы могут быть чуть-чуть видоизменены, но по сути своей не одни и те же. Либо не могут вообще выйти замуж, либо все разводятся, либо два брака и так далее. Венец безбрачия – более сложный процесс. Он уходит своими корнями глубоко в прошлое. И чтобы нащупать и вырвать с корнем эту энергетическую опухоль, требуется приложить большие усилия. В некоторых случаях поменять свой образ жизни, поменять свое отношение к окружающим, к друзьям, к родственникам. И не бояться сделать резкий, крутой поворот в своей жизни. Просто начать все с нуля. Как правило, женщины боятся перемен. И поэтому этот негатив очень хорошо присасывается к ним. Потому что под лежачий камень вода не течет. А всякая тяжелая болезнь требует не только лечения, но и решительного внутреннего желания выздоровления, приложения силы воли. И в таком случае помогает только работа в паре. То есть специалист и огромное желание избавиться от этого порочного круга. Здесь имеет значение все. И имена, и даты, и заболевания, которыми страдали женщины в семье. И характер, привычки, семейные конфликты, и обстоятельства, и даже конкретные случаи. И если проблемы продолжаются не первый год, и родственники также были несчастны в любви, то высокая вероятность именно венца безбрачия. У вас, девушка, я не вижу этого серьезного энергетического удара. У вас нет нарушения в циркуляции женской энергии и в работе сексуальной чакры. Я думаю, что вам скорее нужна помощь в восстановлении собственного равновесия. Вы склонны проблемы свои сбрасывать на иллюзорные причины, понимаете? Нужно найти реальные. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подходит к концу. Я очень рада была ответить на все ваши вопросы. Я надеюсь, мои ответы помогли вам немного лучше понять то, что происходит в вашей жизни. Возможно, найти какие-то ответы на конкретные ситуации. Но более всего я надеюсь, что мои ответы, они призвали вас серьезно и трезво оценивать то, что происходит в вашей жизни. Иногда стоит просто остановиться и подумать. И тогда ответы приходят сами собой. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, равновесия. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова